МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда Эйнштейна спросили, каким образом он открыл теорию относительности, тот ответил, усомнившись в аксиоме. Давайте сомневаться и открывать новое вместе. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Беспилотные киллеры появятся в украинской армии. Для каких целей им понадобились многозадачные дроны-убийцы? И чем они угрожают России? Этот беспилотник украинские власти планируют использовать в военных действиях на Донбассе. Но по факту деньги потрачены зря. Клятва в верности. Почему реальным женщинам азиатские мужчины стали предпочитать роботов? Как выглядит идеальная жена? У тебя есть какие-то пожелания ко мне? Нет. Я просто посмотрю. Враг у ворот. Почему американский геополитик утверждает, что трагедия в Перл-Харбор – дело рук спецслужб США? Кто санкционировал столь масштабную провокацию? И с какой целью? Так европейские страны стали вассалами США. И так было сформировано НАТО. Ловля на живца. Кем на самом деле была немецкая актриса Ольга Чехова? Почему любимицу Гитлера называют русской Мата Хари? Как сложилась ее судьба после победы СССР? То, что она не попала в лагеря, именно и свидетельствует, что это был очень ценный сотрудник партийной разведки Сталина. Вождь бледнолицых. Исследователи обнаружили в джунглях Америки племя индейцев с белой кожей, светлыми волосами и голубыми глазами. Кто эти люди? Как они оказались в Америке? И что их связывает с нашими предками? Антропологический тип этих белых индейцев – доказательством того, что не Колумб, а, собственно, был первым. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Украинские военные отправят воевать беспилотников «Камикадзе». Система «Вармейт», контракт на покупку которой Киев заключил с Варшавой, это многоцелевая установка с баражирующими управляемыми боеприпасами. По словам разработчиков, благодаря вариации снарядов, точнее их сменной головной части, беспилотник способен выполнять различные задачи. Проводить разведку, наносить удары по живой силе и технике противника. Где будут применять новинку украинские войска? И чем это угрожает России? Беспилотники «Камикадзе» – так устрашающе польские разработчики называют между собой боевые дроны «Вармейт», которые в ближайшее время поступят на вооружение украинской армии. С виду оружие напоминает обычный коптер, но изобретатели уверяют – это устройство очень опасно. С его помощью можно уничтожать не только легкие цели, но и танки. Но так ли это на самом деле? Поляки появились на вооруженных выставках достаточно дому. Первый раз они демонстрировали свое чудо беспилотник. Но, как ни странно, он не нашел отклика у покупателей и заказчиков. Частная компания «Электроникс» создала беспилотник «Вармейт» в двух вариантах. Первый представляет собой одноразовый дрон, управлением и наведением которого должен заниматься специальный оператор. Однако эксперты уверяют – вряд ли такое оружие покажет себя достойно при столкновении с бронетехникой противника. Такая установка поднимает в воздух небольшой боеприпас – максимум 4 килограмма. У снаряда очень слабая боевая часть, которая представляет собой либо осколочно-фугасную, либо кумулятивную боеголовку. И чтобы поразить, например, танк, дрон нужно направить точно вверх башни, в самую незащищенную его часть. Второй вариант беспилотника – многоразовый. Он оснащен двухканальным датчиком, инфракрасной оптикой и специальным устройством для лазерной подсветки цели. Однако использовать этот дрон можно только в разведке, и то на небольших расстояниях. К тому же, как уверяют военные эксперты, любая радиопомеха может сбить польский бронз-курса, и он станет легкой добычей для комплекса ПВО. Но зачем вооруженным силам Украины понадобилось такое оружие? Этот беспилотник украинские власти планируют использовать в военных действиях на Донбассе. Украине важно показать, что она заключила договор с Польшей, что ее поддерживает страна НАТО. Но по факту деньги потрачены зря. Поразительно, но за каждый такой беспилотник-камикадзе украинские власти заплатили полякам под 12 тысяч долларов. По мнению военных аналитиков, новое оружие украинской армии – ничто иное, как одноразовые роганки. Российские ученые отправят на Марс диктофон. Это случится в составе экспедиции «Марс-2020». Руководитель отечественной части научной нагрузки Даниил Родионов пообещал, что записи с Красной планеты будут обнародованы. Известно, что она издает весьма необычные звуки. Также на борту корабля установят мощные видеокамеры. Но будут ли транслироваться видеозаписи с Марса всем желающим – пока неизвестно. Вышел первый в мире музыкальный альбом, записанный группой роботов. Он называется «Автоматика» и состоит из 12 композиций. В своем первом видеоклипе роботы исполнили партии на бас-гитаре, барабанах, клавишных и так называемых вертушках. В конце музыканты якобы вышли из-под контроля и начали крушить инструменты и помещения, в котором проходили съемки. Создатель коллектива «Автоматика» инженер Найджел Стэнфорд уверяет – такое поведение – часть сценария. На эти съемки он потратил почти три года и внушительную сумму из личных сбережений. В Израиле появился прототип беспилотного вертолета «Эйрхоппер». Его планируют использовать для эвакуации раненых солдат или доставки боеприпасов. Грузоподъемность конструкции до 180 килограммов, скорость до 120 километров в час, максимальное время полета – два часа. Он работает на бензине, что значительно снижает стоимость его эксплуатации. По словам военных, дрон успешно прошел все испытания и в ближайшее время станет частью вооружения израильской армии. Американские спецслужбы сами спровоцировали нападение японцев на Пёрл-Харборд. С таким заявлением выступил геополитик Уильям Энгл. На протяжении нескольких десятилетий он собирал свидетельства очевидцев и работал с рассекреченными документами в библиотеке Конгресса США. И следователь уверен, что самый трагический день американского ВМФ на самом деле был тщательно срежиссирован самим президентом Рузвельтом. Но с какой целью президент мог санкционировать трагедию? Как власти США смогли заставить японских военных атаковать базу? Тысячи убитых и раненых, около 200 уничтоженных самолетов, 18 потопленных и поврежденных кораблей. Меньше чем за три часа японская авиация уничтожила почти весь Тихоокеанский флот США на Гавайях. Нападение на Пёрл-Харбор дало Франклину Рузвельту повод объявить войну Японии. Вчера, 7 декабря 1941 года, в день, навсегда отмеченный позором, Соединенные Штаты Америки подверглись неожиданному и предумышленному нападению. Обращаясь к Конгрессу и американцам, Рузвельт неоднократно называл действия японцев вероломными, а саму атаку внезапной. Однако эти слова не имеют ничего общего с действительностью. Многие историки уверены, президент США не мог не знать о готовящемся нападении. Еще в 1940 году американские дешифровщики нашли, как бы расшифровали код японской секретной переписки, пурпурный код так называемый, и смогли читать, собственно, всю секретную почту, которую японцы посылали из Вашингтона в Токио и обратно. Ну, конечно, все они не писали так откровенно, но было ясно, что что-то готовится. Игнорирование явной угрозы нападения. Так действия американского правительства назвал маршал Георгий Жуков, потому что разведданные о готовящейся атаке в Вашингтон передавали даже из Москвы. Знаменитый Рамзай Рихард Зорги тоже добывал эти материалы и передал в октябре 1941 года, уже буквально за неделю до своего ареста и за несколько недель до нападения на Пёрл-Харбор, материалы, что японцы нападут на Гавайские острова, на крупнейшую американскую военную базу в Тихом океане в течение двух месяцев. Как считает ряд историков, Рузвельт не просто знал о предстоящем нападении, но и сам активно провоцировал его. Известно, что незадолго до вступления в войну США прервали морское сообщение с Японией и закрыли Панамский канал для их судов. Все финансовые и торговые операции были взяты под контроль американского правительства. Рузвельт сделал все для того, чтобы разозлить японцев. Он перекрыл им поставки нефти, жизненнеобходимой для их экономики, насколько Япония своей нефти не производит. Заморозил их активы, не предоставлял каких-то заимствований, существенно сократил торговлю, наложил имбарго. Финальным аккордом этих провокаций стал документ, получивший в мировой дипломатии название «Нота Халла». Госсекретарь США Кордал Халл вручил послу Японии ноту с требованием вывести все войска из стран Юго-Восточной Азии. В Токио такое заявление посчитали ультиматумом. Сразу после этого самая мощная авианосная эскадра японцев, находившаяся в районе Курильских островов, получила приказ сняться с якоря и начать движение в режиме радиомолчания. Их целью были Гавайские острова. Рузвельт, министр обороны США и, возможно, высшие чины армии, знали о том, что надвигается подобная атака, и Рузвельт распорядился ничего не предпринимать. Несколько тысяч солдат американской армии были совершенно бесцельно убиты во время бомбардировки Пёрл-Харбор. А всё ради того, чтобы спровоцировать ситуацию и вступить, наконец, в эту войну. Не столько против Японии, сколько против Германии. Уильям Энгдель уверен, что мировая война нужна была Рузвельту не меньше, а может быть даже больше, чем Гитлеру. Военный конфликт как способ выхода из экономического кризиса. Именно тогда эта технология была применена в полной мере. Но военные заказы и прибыли были не единственной целью правящей верхушки. Ещё до того, как нацисты ворвались в Польшу, американская группа стратегов в общих чертах описала парадигму мира после этой неизбежной, как они считали, Второй мировой войны. И в этой парадигме Америка становилась самой могущественной державой на планете Земля, заменив развалившуюся Британскую империю. Единственное, что мешало реализации грандиозного плана, это мнение американского народа. Простые обыватели не хотели войны, считая её чужой и ненужной. Америка была абсолютно изоляционистской страной. Действовал доктор Монро, который говорил о том, что сфера интересов в США – это американский континент. Европа, она где-то там далеко, и не надо вмешиваться в их дела, пусть сами разбираются. Собственно, уже шла Вторая мировая война, шла Великая Отечественная война, но Америка и американское общество не хотело туда ввязываться. Чтобы изменить настроение в обществе, нужен был повод, которым и стал Перл-Харбор. Американцы не только резко осознали необходимость войны, но и захотели её. Народные гнев и горе требовали наказать обидчиков. Руки у правительства оказались развязаны. И то, что банки Уолл-Стрит, военно-промышленный комплекс США и нефтяные компании Рокфеллеров выиграли в итоге – это контроль над Европой, финансовый контроль, который установился с созданием Всемирного банка. А потом они начали холодную войну. Они использовали это напряжение, чтобы держать Европу под контролем. Так европейские страны стали вассалами США, и так было сформировано НАТО. Уильям Энгдель уверен – нападение на Перл-Харбор изменило мир существенно больше, чем принято считать. Именно после него стало возможным применение атомного оружия и вмешательство США во все мировые конфликты. Далее в программе. Остров невезения в Италии есть. Почему неаполитанский архипелаг Гайола местные жители называют поцелованным тьмой? Что происходит в этом проклятом месте? И что случится с тем, кто решит переночевать на заброшенной вилле? Все практически его владельцы каким-то непонятным образом погибают или попадают в беду. Ослепительный миг Витимского болида. Уфологи выдвинули новую версию происхождения неизвестного объекта в небе над Иркутской областью. Что это было? И почему конспирологи считают, что к его появлению причастны военные? Оно до сих пор фонит нечто аномальное, какие-то явления, которые не укладываются в понятие полета, траектории самолета. Ювенальная юстиция в мире животных. Как львицы усыновляют котят-гепарда? Самые странные семьи из существующих. Какие проблемы возникают у приемных родителей с подросшим потомством другого вида? Оно обусловлено именно этим. То есть как можно больше оставить после себя молодых особей, которые потом поддержат стаи. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Европейская ассоциация туроператоров назвала десятку самых доступных для посещения таинственных островов. На первом месте прочно закрепился итальянский архипелаг Гайола. Он находится у мыса Позилипа в Неаполитанском заливе и представляет собой два острова, соединенных каменным мостом. На одном из них заброшенная вилла. Но, несмотря на красоту и безмятежность, Гайола считается проклятым местом. Местные жители называют его «поцелованным тьмой». Что же произошло на этой земле? Почему прекрасная вилла стоит заброшенная? И что случится с тем, кто захочет остановиться в старинном особняке на ночлег? Заброшенная вилла с пустыми окнами и осыпавшейся штукатуркой странно выглядит на цветущем итальянском побережье. Таково мнение туристов, впервые увидевших Гайолу. Путешественники недоумевают, как такое живописное место недалеко от центра Неаполя может пустовать. Гиды отвечают, эти острова прокляты. Уже много лет местные жители не решаются даже подплывать к их берегам. А желающих пройтись по комнатам опустевшей виллы называют самоубийцами. Известен этот остров тем, что в особняке происходят непонятные явления. Заключаются они в том, что все практически его владельцы, хозяева, кто покупает этот особняк, каким-то непонятным образом погибают или попадают в беду. По словам краеведов, первым погибшим на этой вилле стал швейцарец Ханс Браун. В начале прошлого века он купил и привел в порядок заброшенный особняк. Местные жители предупреждали. Дом опустел из-за древнего проклятия, лежащего на островах. Но Ханс проигнорировал предостережение. Вскоре мужчину нашли мертвым в главном зале, а после этого его жена бросилась в море. Иногда бывает так, что острова прокляты. И любое живое существо, любой человек, попадающий туда, он как бы становится объектом мстительных духов. Следующих владельцев злополучной виллы ждала не лучшая участь. Некоторые из них сходили с ума и заканчивали свою жизнь в психиатрических клиниках, другие теряли целое состояние. Порочный круг решил разорвать английский писатель Норман Дуглас. Дуглас выкупил острова и усадьбу, но при этом ни разу на них так и не приехал. Он долгое время жил на берегах Неаполитанского залива, изучал местные легенды. Он явно что-то знал и, купив виллу, хотел защитить людей от этого опасного места. Дуглас умер в 1952 году. Теперь усадьба – собственность государства. Исследователи уверены, писатель рассказал властям об опасностях этого места и попросил никому не продавать острова. Эксперты считают, разгадка проклятия Гайолы сокрыта на страницах книг Дугласа. Одну из них он назвал «Берег сирен». Сирены – это существа из древнегреческой мифологии. Они похожи на русалок. Своим пением сирены сводят моряков с ума, и те бросаются в воду. Упоминание о них есть в поэме Гомера «Одиссея». Исследователи считают, что на ее страницах сирены, жившие на острове Капри, в 20 километрах от архипелага, на котором стоит проклятая вилла. Ученые уверены, Дуглас не зря упоминал в своих книгах мифы о сиренах. Он пытался предупредить об опасности, которую просто не мог описать. В его время еще не было детально изучено влияние инфразвука на человека. Именно эти шумы, по данным экспертов, сводили с ума и убивали тех, кто жил в проклятом особняке. Инфразвуки, они для человека не слышны, хотя сами по себе они имеют приличную в этом случае интенсивность, когда генерируется ветром. Они вызывают у человека совершенно необъяснимый страх. В зависимости от чистоты могут повредить какой-то орган, могут остановить сердце. По данным ученых, пещеры под особняком постоянно продуваются сильным ветром с моря. Они таким образом превращаются в гигантские духовые инструменты, генерирующие инфразвук. Исследователи уверены, именно это явление описывалось в древнегреческих поэмах, как пение сирен, от которого обезумевшие моряки бросались за борт. Японские инженеры создали идеальную жену. По словам разработчиков, Сукен Сан, так инженеры назвали девушку-робота, никогда не откажет в близости своему супругу. Конструкторы уверяют, для своего хозяина эта машина станет самой верной и ласковой спутницей на целых сто лет. Именно такой срок компания-изготовитель указала в гарантии. Но почему азиатские мужчины предпочитают реальным женщинам-силиконовых? В чем прелесть электронных подруг и в чем их опасность? Привет, дорогой! Я кое-что достал тебе. У тебя есть какие-то пожелания ко мне? Нет, я просто посмотрю. Жена на пульте управления, с регуляцией режима требовательности и капризов, мечта многих мужчин. Притворить ее в жизнь взялись разработчики роботов. Самые реалистичные возлюбленные получились из бывших секс-кукол. Ты поедешь со мной в Москву? Да, конечно. Американец Мэтт МакМаллен 12 лет снабжал игрушками магазины для взрослых, прежде чем создал Хармони, творение всей своей жизни. Мы делаем кукол по индивидуальным заказам. В свободной продаже их пока нет. Это наша новейшая разработка. Мы только готовимся к массовому производству. Цена такой дамы сердца, как у автомобиля, зависит от комплектации. С функцией распознавания лиц 10 тысяч долларов, без 5 тысяч. В основном мои клиенты обеспеченные люди, у которых много работы. И просто нет времени строить отношения с другим человеком. Многие из них изолированы и одиноки. Они стали такими еще до приобретения куклы. Но не для всех искусственная жена лишь способ развлечься на досуге. Китайский инженер Джен Жиа Жа так увлекся своей игрушкой, что женился на ней. По словам молодожена, он планирует встретить старость со своей избранницей. Особенно его привлекает тот факт, что со временем ее внешность никак не изменится. Его возлюбленная навсегда останется стройной красоткой. Психологи утверждают, такой, казалось бы, странный выбор партнера в скором времени войдет в норму. И в обозримом будущем свадьба с силиконовым человеком никого уже удивлять не будет. Развивается куча разных направлений, таких как полиамория и многое другое. И роботы, они сюда очень хорошо вписываются. То есть человек может тебе сказать, я не хочу сложностей, связанных с выстраиванием человеческих отношений с другими непонятными существами. Дайте мне возможность скачать апдейт к моему роботу, чтобы все было просто и понятно. Однако любителей отношений с машинами подстерегает опасность. Кроме того, что механизм может просто заклинить в самый ответственный момент, электронная жена уязвима для хакеров. Робота взломали и все. И вместо какой-то тонкой романтической натуры у человека жена доминатрикс в коже. Поэтому я лично всех предостерегаю от неосторожного вступления в брак, тем более с непонятными роботами. Но футурологи предсказывают, никакая опасность не разубедит желающих обзавестись управляемой супругой. Неужели в будущем реальным женщинам придется соперничать не друг с другом, как сейчас, а с этими бездушными красотками? Далее в программе. Ювенальная юстиция в мире животных. Как львицы усыновляют котят-гепарда? Самые странные семьи из существующих. Какие проблемы возникают у приемных родителей с подросшим потомством другого вида? Оно обусловлено именно этим. То есть как можно больше оставить после себя молодых особей, которые потом поддержат стаи. Ловля на живца. Кем на самом деле была немецкая актриса Ольга Чехова? Почему любимицу Гитлера называют русской матахари? Как сложилась ее судьба после победы СССР? То, что она не попала в лагеря, именно и свидетельствует, что это был очень ценный сотрудник партийной разведки Сталина. Вождь бледнолицых. Исследователи обнаружили в джунглях Америки племя индейцев с белой кожей, светлыми волосами и голубыми глазами. Кто эти люди? Как они оказались в Америке? И что их связывает с нашими предками? Антропологический тип этих белых индейцев доказательством того, что не Колумб, а, собственно, был первым. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Настоящая шпионская штучка для дам появилась в интернет-магазинах. Помада «Электрошокер». Вот она. С виду обычный предмет из женской косметички, но внутри него есть целый арсенал. Небольшой фонарик и сам электрошокер. Создатели утверждают, что с его помощью можно обезвредить любого преступника. Удивительно, но в музее шпионских штучек в Лондоне можно найти много женских приспособлений. И, как уверяют экскурсоводы, часть из них в свое время принадлежала советским шпионкам. Одной из наших самых знаменитых женщин, агентов под прикрытием, считается актриса Ольга Чехова. Известно, что у немецкой звезды были русские корни. Она смогла подойти к рейхсканцлеру так близко, как ни один самый подготовленный советский шпион. Но как ей это удалось? Что сегодня стало известно об этой таинственной даме? И как сложилась ее судьба после нашей победы? Головокружительная карьера этой женщины даже сегодня вызывает восхищение. Эмигрировав из России, Ольга Чехова за три года прошла путь от актрисы второго плана в заштатных театрах Берлина до кинодивы, в которую была влюблена сначала вся Германия, а потом и весь мир. Покорять и очаровывать – это удавалось Чеховой лучше всего. Ольга Чехова попала в кинематограф в свое время, в нужное время и в нужном месте. И благодаря тому, что она стала одной из ведущих актрис Третьего рейха, она была допущена к первому лицу государства. Фильм с ее участием обожал смотреть Адольф Гитлер, насколько нам известно. Он же охотно проводил время в ее обществе. Внимание Гитлера открыло Чеховой двери в самые влиятельные дома Германии. На какое-то время актриса даже стала лучшей подругой Евы Браун, получив доступ к сокровенным тайнам Третьего рейха. Считается, что именно за это кинозвезду не любили Геббельс и Гиммлер. Однако никто из них не рискнул испортить отношения с фюрером. Вы не понимаете, что такое доверительные женские разговоры. Она еще и знает окружение, о чем окружение там шуршит. То есть вся информация, притом не военная в основном информация, информация общего назначения, скажем так, информация о том, какой дух, какие разговоры, кто с кем спит, кто с кем ест, кто с кем трется. Эта информация очень нужна и для вербовки, и для всего. Но действительно ли актриса была советской шпионкой? Совершенно точно известно, до начала войны с Германией Ольга часто отправляла в СССР посылки и письма. На тот момент это было возможно только с разрешения НКВД. Не исключено, что актрису завербовали еще при выезде за границу. Однако официальных подтверждений этому нет ни в одном открытом архиве. Тем не менее, многие современные историки убеждены, ответ лежит на поверхности. Достаточно узнать лишь некоторые подробности из детства Чеховой. Уникально уже само место, где родилась и выросла будущая кинодива. Урод Гюмри знаменит тем, что там в Иезуитском колледже учились Сталин, Микоян, Балавацкая и Гурджиев. И все в одной группе. И вообще Гюмри является одним из самых, скажем, мистическо закрытых центров мира по выпестыванию людей, ну, скажем, мягко непонятных ни для кого. Андрей Синельников уверен, необычные способности Ольга могла получить еще в детстве. Во многом этому способствовало окружение ее родителей. На рубеже веков увлечение оккультными практиками было очень популярно в России. Тогда понятно, как хорошо она могла входить в доверие. Это же техника, это техника общения, особенно на мистическом уровне. Ну, скажем так, телекинез, телепатия, чтение мыслей. Это для нас сейчас сказки, а вообще-то на самом деле профессиональные спецслужбы работают на этом. И если она имела вот эти первичные навыки, и у нее были развиты с детства, то, конечно, разведка языки разошлалась. Западные газеты считали актрису тайным источником информации, с которым всю войну поддерживал связь легендарный резидент разведки СССР Шандер Радо. Также была версия, что именно Ольга Чехова готовила покушение на Гитлера. Однако в последний момент по приказу Сталина этот план был отменен. После поражения Германии будущее кинозвезды оказалось под угрозой. После того, как завершилась Вторая мировая война в 45-м году, сотрудники СМЕРШа вывезли Ольгу Чехову в Москву, где она жила на конспиративной квартире, и где не единожды предпринимались попытки после всяческих доносов отправить ее в лагеря. Но актрису не арестовали и не расстреляли. С ней почти ежедневно общался Лаврентий Берия. Его сын Серго впоследствии утверждал, нет никаких сомнений в том, что Ольга Чехова была советским разведчиком высочайшего класса. Но почему же тогда, спустя два месяца, кинозвезду отправили обратно в Германию? В России ее не пустили, ну, мягко говоря, порекомендовали не приезжать, назовем это так. Фильмы ее на экран не пустили, ведь у нас с Чеховой практически фильмов не было. И здесь не предложили ни работы, ни подмостков, ничего. Его и оставили в Германии. Впрочем, по мнению других экспертов, этот факт стоит рассматривать не как предательство со стороны советской власти, а наоборот, как высшее проявление лояльности и признание заслуг своего агента. То, что она не попала в лагеря, именно и свидетельствует, что это был очень ценный сотрудник партийной разведки Сталина. Впоследствии она благополучно была отправлена на Запад, где и провела долгие годы своей жизни. Возможно, уничтожением всех компрометирующих материалов кинозвезде просто дали шанс прожить новую жизнь без риска и тревог. Но есть и другое мнение. Ее отъезд на Запад стал началом новой операции, целью которой была дезинформация и создание мифа о всемогуществе советской разведки. Львица из Национального парка Серенгетти в Танзании усыновила детеныша леопарда. Она нашла его в километре от границы своей территории. С помощью чипированного ошейника ее передвижение отслеживают сотрудники заповедника. И, по их словам, этот случай уже можно назвать уникальным. В дикой природе эти хищники – конкуренты и естественные враги. Чаще всего львы убивают потомство других хищников. Ну а почему в этот раз львица решила принять котенка? Что заставляет животных брать приемышей? И как складываются отношения с новыми родителями, когда малыш вырастает? Эти кадры облетели весь мир. На них знаменитая горилла Коко, знающая язык жестов, играет с маленьким котенком. Невероятно, но обезьяна даже дала своему приемышу имя. Назвала его «Мячик». В течение полугода Коко и малыш были неразлучны. Но затем произошло несчастье. Приемный котенок гориллы попал под машину. Коко была безутешна. На 44-й день рождения сотрудники Центра по изучению горилл, в котором живет Коко, подарили ей двоих котят. Горилла была счастлива и вела себя с питомцами, как любящая мать. Своих детенышей она иметь не может, но с радостью принимает чужих. Когда Коко видит маленьких беззащитных котят, у нее просыпается материнский инстинкт. Такое поведение можно объяснить тем, что гориллы — общественные животные. Их интеллект находится на высоком уровне. Скорее всего, склонность быть в компании вызвала у Коко потребность заботиться о ком-то. А в этой истории все наоборот. Кошка приняла примата-подкидыша. Живущая в Тюменском зоопарке самка беличьей обезьяны отказалась воспитывать своего детеныша, и директору пришлось забрать его к себе домой. К удивлению, 16-летняя кошка по имени Росинка стала заботиться о малыше. Почему животные усыновляют чужих детенышей, да еще и другого вида? Биологи утверждают, такие случаи чаще всего происходят в неволе, где звери теряют свои природные инстинкты. Травоядные ухаживают за хищниками, как, например, этот самец орангутана, который выкармливает маленьких тигрят. Животные живут в тепле, они накормлены. Люди решают за них все насущные вопросы, и они, естественно, становятся все больше похожи на нас с вами. Они нуждаются в заботе, ласке и любви, но вряд ли подобные случаи усыновления хищников травоядными произошли бы в дикой природе. Однако следующее видео точно разрушит любые стереотипы. Львица защищает и заботится о маленькой антилопе. И происходит это не в зоопарке, а в африканской саванне. Ученые теряются в догадках, что заставило хищницу изменить природным инстинктом. Зоологи считают, львица потеряла собственных детенышей и решила воспитать маленькую антилопу, которая, по всей видимости, осталась сиротой. Но долго ли просуществует такая странная семья? Если выражаться простым языком, если гормоны ударили в голову, то животное будет выполнять топовое поведение, которое у них запрограммировано в организме. Вот. Не более того. То есть, ну и получается, такие эксцессы, они даже скорее редкость, чем, предположим, как обычное дело. Похожая история произошла в калифорнийском зоопарке. Тигрица родила детенышей раньше срока, и они погибли. Убитая горем мать несколько дней отказывалась от еды, и тогда ветеринары решили подложить ей свинью. Точнее, поросят, замаскированных под тигрят. Невероятно, но хищница приняла подкидышей. Иногда животные оказываются великодушнее людей. Известно несколько случаев, когда звери воспитывали человеческих детей. На Украине оставленную родителями Оксану Малую вырастила стая собак. Люди нашли девочку Маугли, когда ей было 8 лет. Она не умела говорить и передвигалась на четвереньках. Такие дети, к сожалению, очень плохо адаптируются к нормальной жизни. Чем раньше их удастся вернуть в общество, тем больше шансов, что они смогут приспособиться. Есть немало историй, когда Маугли сбегали от людей обратно к своим приемным родителям. Четырехлетний Джон Сибунья из Уганды убежал в джунгли от разъяренного отца. И там его приютили мартышки. Мальчика нашли только через 10 лет. Людям с большим трудом удалось отбить Джона у приемных родителей. Мартышки до последнего защищали своего приемыша. Экспедиция бразильских антропологов обнаружила белокожих индейцев. Неизвестные науки племя проживают в джунглях на севере страны. И по словам исследователей, этих людей отличает очень светлая кожа, голубые глаза и русые волосы. Что показал анализ ДНК загадочного народа? Откуда на земле диких индейцев взялись бледнолицые племена? У коренных народов Северной и Южной Америки существует огромное количество легенд, повествующих о высадке в незапамятные времена на их берега белых бородатых богов. Они были голубоглазые и светловолосые, имели на лбах украшения в форме змеи и пребывали на больших странных судах с лебедиными крыльями и светящимся корпусом. Ацтеки и Тальтеки называли этих богов Кецалькоатль, Инки – Контики Веракоча, Майя – Кукулькаи, индейцы племени Чипча – Бачика. Но ученые всего мира сходятся во мнении – в этих легендах речь идет об одной и той же группе людей. Это европеоидные типы, светловолосые, светлоглазые. Антропологический тип совершенно не соответствует, в общем-то, палеоамериканцам. Поэтому, собственно, это и является доказательством того, что не Колумб, собственно, был первым. Задолго до него, в общем-то, белые люди существовали и принесли, в общем-то, местным жителям культуру и прочее. Недавно генетиками было установлено, среди индейцев Америки есть представители гаплогруппы ДНК Р1А. Ученые предполагают, что эти люди – потомки настоящего населения обеих Америк. Выходит, что коренные американцы и древние славяне могут быть потомками одной и той же расы. Первым высказал эту гипотезу антрополог Герман Вирт. Он возглавлял секретную организацию Третьего рейха Аненербе и занимался исследованиями происхождения человеческих рас. Вирт считал, что белые люди зародились на древнем материке Арктагея. По легенде, большая часть территории этого континента из-за климатических изменений опустилась на дно Северного Ледовитого океана, а южные районы стали частью Русского Севера. Ученые утверждают, что первое масштабное заселение Земли человеком началось в период раннего Палеолита. Именно тогда, по расчетам Вирта, и погибла Арктагея. Те, кому удалось спастись, отправились на юг в поисках новых территорий. Сохранились масса легенд у местного населения о том, что этот белый бог, который был цивилизатором, цивилизационным героем, он принес знания о строительстве дорог, строительстве городов, о том, значит, как письменность и так далее, как упорядочить жизнь. До него люди жили в простых шалашах и вели достаточно примитивный образ жизни. Одним из подтверждений этой гипотезы исследователи называют то, что индейцы встретили чужеземцев-завоевателей с трепетом и почтением. Как предполагают эксперты, туземцы просто могли принять испанцев за белых богов, историю которых им передавали со времен первых вождей. У этих народов сформировалось определенное мифологическое представление о белых людях. Тебе в каждом поколении говорят, что божество должно быть светлолицым, с бородой, с голубыми глазами. Если, так сказать, вдруг появляются испанские галеоны, на которых приехали конкистадоры, то, безусловно, индейские племена, в которых тоже существует подобная мифология, они, естественно, воспримут пришельцев в качестве богов. По странному стечению обстоятельств, испанцы высадились на землях индейцев в момент завершения 52-летнего цикла календаря ацтеков. Именно тогда жрецы ожидали возвращения легендарных белых богов. Один из представителей конкистадоров в своих воспоминаниях писал о том, что когда они начали встречаться с индейскими племенами, в частности, с племенами инков, по сути, вся верхушка, в том числе, допустим, 8 правителей самых значимых племен инков, они были как раз, так сказать, преднолицыны. Кроме того, как он отмечает сам в своих записях, что жены у них были бледные, как яйцо. По легендам жителей островов юго-восточной части Тихого океана, древние боги были похоронены в некой волшебной стране. Английский исследователь Дэвид Томпсон посвятил свою жизнь ее поискам. На одном из пустынных побережий на территории современного Перу он увидел впечатляющих размеров некромы. Однако мумии, обнаруженные в этом захоронении, поставили исследователей в тупик. На территориях Южной и Северной Америки прежде никогда не встречались люди подобного типа. Волосы у всех мумий были очень светлыми и тонкими. А ведь известно, что волосы человека после смерти не меняют ни цвет, ни структуру. Исследователи и по сей день на территории американского континента находят статуэтки богов, которые, собственно говоря, идентичны друг другу. То есть это фигурки в длинных одеяниях с бородой. Последние упоминания о белых индейцах приходят к нам еще и с 1926 года. Американский технолограф Гаррис, наблюдая жизнью детцев Сангласа, в своих исследованиях, кстати говоря, упоминал, что волосы у них цвет льна и кожа очень-очень светлая. В 1925 году археологи обнаружили еще два больших некрополя на юге перуанского побережья на полуострове Паракас. Там находились сотни мумий. Их датировали примерно вторым веком до нашей эры. По мнению исследователей, это были крупные по сложению люди, абсолютно нетипичные для населения современного Перу. Легенды о белых богах встречаются практически у всех народов Америки. Предания индейцев джунглей Табаско рассказывают о светлоликом Ботане, пришедшем с Востока, чтобы дать знания и язык. После завершения миссии он не умер, а ушел сквозь пещеру в подземный мир. Удивительно, но именно этот вход в подземелье планеты искали нацистские исследователи из АННРБ. Российские уфологи высказали новую версию происхождения так называемого Витимского болида. 15 лет назад в небе над Иркутском появился таинственный предмет. По словам очевидцев, крупное светящееся тело приземлилось в тайге в районе города Бодайбо, неподалеку от реки Витим. Местные жители рассказывают, что падение сопровождалось мощным подземным толчком и сильным шумом. Во многих домах произошло замыкание, несмотря на то, что электричество в ближайших поселках в этот вечер было отключено. Самое удивительное, что объект, который видели сотни свидетелей, так и не был обнаружен. Но что это было? Какая новая версия происшествия есть у исследователей? Появление светящегося тела в атмосфере Земли 25 сентября 2002 года зафиксировал один из военных спутников. На высоте в 62 километра болид, яркий метеорит, находился прямо над городом Бодайбо. Как считают исследователи, в 30 километрах от Земли он взорвался. Никто не пострадал, поскольку эпицентр взрыва находился достаточно далеко от населенных пунктов. Но самое удивительное, отправленные на место происшествия поисковики не смогли обнаружить никаких остатков болида. Они прибыли на место точно по указанным координатам. Нашли следы, воронку от взрыва и старались найти какие-то предметы, оставшиеся после взрыва, потому что всегда остаются какие-то свидетельства разбившегося объекта или взорвавшегося. Но на их удивление они не смогли ничего найти, никаких осколков, ни предметов. По словам членов первой поисковой группы, когда они прибыли на место, многим из них стало физически плохо. У многих начались какие-то внутренние изменения физические, причем это не было связано с радиацией. Это было связано с чем-то другим, чего объяснить пока, к сожалению, никто не может. Причем многие потом во второй экспедиции не соглашались, просто туда никого везти, потому что зачем нам туда проклятое место. Еще одной аномалией в момент появления болида стал неожиданный скачок напряжения в электросетях ближайших населенных пунктов. Начали происходить электрические разряды. То есть свет пропадал внутри этой массы, скажем так, был какой-то свой фактор, который выявлял на наше электричество наземное. Кроме того, очевидцы утверждали, над электростанциями стали появляться неизвестные светящиеся шары, а техника стала выходить из строя. Специалисты считали, во всем виноваты волны, которые излучает эта местность после падения болида. Там была целая радуга, прямо целый спектр цветов был, кстати, сказать, и ночью причем. Ну, это просуществовало достаточно недолго, где там порядка нескольких месяцев. Оно до сих пор фонит каким-то образом, еще до сих пор. И это нечто аномальное, какие-то явления, которые не укладываются, допустим, в понятие полета, траектории самолета какого-то. Ну, нельзя из-за этого кромп пролететь, и поэтому происходят различные аварии. Жители окрестных деревень утверждают, после падения болида в небе часто появляются неизвестные светящиеся точки. В окрестных лесах стало много больных деревьев и изменился вкус воды в родниках. Кроме того, по словам охотников, животных в этих местах почти не осталось. Животные могут почувствовать. Животные гораздо больше чувствуют, чем мы. Это давно уже доказано. Они обладают нечто таким, что их заставляет волноваться и покидать эти места. Но мы, люди, как бы тоже, может быть, этим обладаем, только у нас это достаточно развитие. Ученые предполагают, к таким последствиям могло привести только падение кометы. В отличие от метеорита, она может нести в своем хвосте мельчайшие живые микроорганизмы, которые могли адаптироваться к нашей среде и начать размножаться, убивая флору и фауну. Это называется панспермия, когда какое-то космическое тело приносит на какую-то планету жизнь. И молекулы, занесенные из других миров, развиваются, создается эволюция, и возникают новые виды животных, растений. И по одной из версий, таким образом появилась и жизнь у нас на Земле. Еще неизвестно, что именно могла принести на Землю эта комета. Как это могло отразиться на развитии нашей цивилизации, наших потомков. Уфологи уверены, на самом деле Витимский болид – это попытка жителей других галактик связаться с нами. Вопрос только, с какой целью? Правда, ряд исследователей считает, что даже если такая попытка у инопланетян и была, успехом она точно не увенчалась. Есть такое предположение, что именно с таким направлением это и было. Чтобы это было внедрение в наш, так сказать, недра, какой-то цивилизации, ну, я не знаю, какая это должна быть цивилизация, чтобы она смогла выдержать такие физические отклонения, которые произошли во время соприкосновения с Землей. В 2003 году группа исследователей «Космопоиска» отправила свою экспедицию в эти леса. Команду возглавлял Вадим Чернобров, один из руководителей проекта. Люди провели в лесах чуть более трех месяцев, а через несколько лет после возвращения у многих из них начались проблемы со здоровьем. Этой весной Вадим умер от тяжелой болезни. Некоторые из его коллег предполагают, он мог получить смертельную дозу облучения во время поисков следов Витимского болида. Миллионы людей видели, как падают яблоки. Но только Ньютон спросил, почему? Любил повторять американский финансист Бернард Барук. Давайте задавать вопросы вместе. С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества». «Загадки человечества»